У нас сегодня на поездке дня несколько информационных вопросов. Как обычно, традиционно мы начнем с обмена информации о состоянии дел в поселениях. Субботнику с сегодняшнего дня объявляем мечник по благоустройству и социалитарному содержанию территории. Пройдет сегодня 14 часов в оргкомитет. Всем присутствующим представителям, руководителям организации будут представлены памятники. Он проходит в традиционном режиме. Прошу обратить взгляд администрации внимания, потому что отдельные администрации организовали себя и заказывают работу. Возник, все организации, предприятия получили свои задания, территории. Все, начинаем работать. Договариваемся с лесхозом о том, чтобы нам дали партии деревьев. Будем сажать деревья, здесь организации, которые готовы это делать. Пожаром было 12, 3 дома сгорело, 3 хозпосройки, 2 автомобиля, 4 башни. ДТП было 5, погиб 1 человек, пострадали 4. Прошу обратно к рассвещению миграционной ситуации, которая складывалась за 1 авгу 2015 года, и изменения законодательства, которые произошли с 1 января 2015 года. В Уфумаевской России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кенгисепском районе существует группа миграционного контроля, в которой по штату три сотрудника. На постоянной основе выявляются адреса массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан. В данный квартал выявлено три адреса эффективной постановки на миграционный учет. Все материалы направлены в ОМВД по Кенгисепскому району по статье 322.3 УК РФ. Также на постоянной основе осуществляется мероприятие по стабилизации миграционной ситуации на территории Кенгисепского района, в результате которых совместно с участковыми уполномоченными и ФСБ осуществляется проверка соблюдения миграционного законодательства, организации принимающихся иностранных граждан. В рамках реализации положений послания президента Российской Федерации нормативных актов МВД России, ФМС России и деятельности ФМС России по Санкт-Петербургу и Минградской области осуществляется на базе выстроенной системы межрежуственного взаимодействия, заинтересованными службами и ведомствами, органами исполнительной власти, прокуратурой Кенгисепс, ФСБ, МВД и другими, разрешать кратчайшие строки, возникающие в процессе работы проблемы. Планы совместных мероприятий по контролю за миграционной ситуацией, по делу действий нелегальной миграции и соблюдению миграционного законодательства на территории Кенгисепского района. При выявлении иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, они привлекаются к административной ответственности по статье 18.8.3 Каак Российской Федерации в дальнейшем направлении материалов Кенгисепский суд для принятия решения административного выдворения за пределы Российской Федерации. За 1 квартал 2015 года проведено 3 проверочных мероприятия. Вынесено 60 решений о наложении административного штрафа на 800 тысяч рублей. За 1 квартал 2015 года принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранных гражданам 419. Самые основные тезисы перечислены. Значит, патент не оставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность на территории того субъекта Российской Федерации, в котором он любит. И хочется еще раз обратить только по той профессии, которая была указана изначально. Заменить патент при смене региона гражданин иностранный имеет право, обратившись в другой территориальный пункт того или иного, района, области, при этом ему необходимо будет заново собрать весь пакет документов, которые он предоставлял ранее. Иностранный гражданин вправе переоформить патент не позднее, чем за 10 дней рабочих до истечения 12 месяцев со дня выдачи первоначального патента. При этом число обращений за переоформлением патента не может превышать одного раза. То есть в данном случае хочется разъяснить, что по истечению 12 месяцев первоначально полученный патент можно продлить без выезда за пределы Российской Федерации иностранному гражданину только один раз. Упростили сейчас процедуру или усложнили? На мой взгляд, процедура упрощена. В данном случае начинает существовать единый документ, который позволяет всем лицам, которые хотят привлечь иностранных граждан в работу, не выяснять конкретно, какие именно у них разрешительные документы. Если раньше было подразделение на разрешение на работу, которое давалось исключительно для осуществления продавой деятельности на предприятиях, организациях, участных индивидуальных предпринимателей, то теперь патент, который раньше использовался только для работы иностранными гражданами, в подсобных хозяйствах, на дачных участках российские граждане привлекали их к работе. Теперь все едино. Не нужно усложняться сразу, если у человека есть патент, установлен на образца, который образец есть в интернете, нужно зайти, посмотреть. Ну и безошибочно быть российским гражданам уверенным, что они принимают на работу гражданина, который законно находится и имеет право на осуществление продавой деятельности. У меня краткая информация. Начну с того, что указом президента Российской Федерации 23 июня 2014 года, номер 460, утверждена новая форма справки о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера муниципального служащего в супруге несовершеннолетних детей. Данная форма справки имеет существенные изменения, поэтому прошу всех лиц, предоставляющих соответствующие сведения, обратить на изменения особое внимание. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны методические рекомендации по вопросам заполнения и предоставления сведений по новой форме справки. В данных рекомендациях подробно расписаны вопросы, с которыми наиболее часто сталкиваются служащие при заполнении справок. Также в соответствии с изменениями законодательства о противодействии коррупции администрации муниципального вызывания Кингисевский и муниципальный район подготовлен нормативно-правовой акт о внесении изменений в отдельные постановления администрации, касающиеся вопросов противодействия коррупции. Прошу глава администрации городского и сельских поселений обратить внимание на необходимость прививения в соответствии действующим законодательствам противодействия коррупции своих нормативно-правовых актов. Министерством труда эти рекомендации разработаны. Вы-то сами, Ваш комитет, какую-то рекомендацию в данной рекомендации, чтобы они были удобны для коллег, что принесли? У нас есть рекомендации, которые мы разработали еще в прошлом году. В этом году мы проводили семинар, приглашали представителей подразделений и муниципальных учреждений. Они объясняли и разъясняли все нюансы заполнения соответствующей новой справки. Все методические рекомендации, которые разработаны Минтрудом, они достаточно информативны, абсолютно содержат подробные разъяснения. В случае каких-либо необходимостей конкретного применения в муниципальной службе, то готов всегда объяснить, рассказать, когда много людей обращаются, никаких вопросов не возникало. Готовлю непосредственно для администрации методические рекомендации с вот этими моментами, которые возникнут, чтобы понимать, о чем желаете. Я постараюсь, наверное, коротко рассказать в его основных задачах и мне в три итоги вам довестись в прошлом году. Итак, основными задачами МПУ службы заказчика, выполнение функций заказчика, выполнение функций заказчика в области корректирования, строительства, ремонта и конструкции объектов, Внешнего благоустройства, проверка проектно-смертные документы, документаций при размещении муниципальных заказов, согласование и разработка локальных и сводных смертных расчетов по объекту капитального строительства, капитального и текущего ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности, подготовка и представление в полномочный орган по размещению заказов администрации муниципального образования Кангесеевской муниципальный район Леонаврской документаций на проведение котировок, конкурсов и аукционов. Эффективность работы, плана, результатов вашей, а структуре основной, как вы считаете, насколько она эффективна? Понятно, что инструмент достаточно такой серьезный, в вашем видении находится инструмент администрации муниципального образования. Объем работ большой, который возгоден на ваше учреждение. Здесь, конечно, большей частью, наверное, дать информацию присутствующего по этим количественным и количественным показателям. Вы сейчас вышли так немножко в плоскость и большее предоставление информации по дорогам. Наверное, тема очень сложная, сейчас обсуждать не стоит здесь в этом формате. Поэтому я бы предложил Евгению Павловичу еще раз совместно с Валерой Алексеевичем вернуться к этому вопросу, сделать подробную информацию о работе предприятия и, соответственно, вашей видной перспективы. Почему до сегодняшнего дня вы не обработали представленные депутатами так называемые депутатские наказы? И сегодня у меня опять появилось письмо председателя комитета по ЖКХ о том, что это вопрос о смерти совета. Вопрос обрабатывается в комитете. Да, а сколько вы его будете обрабатывать? Я его не обрабатываю, я не комитет ЖКХ. Если губернатор очень эффективно следит за ситуацией в Ленинградской области, в том числе и с теми проблемами, которые у нас существуют, я бы хотел сказать коллегам, Совет депутатов готов работать на опережение в таком плане, что комитет финансов особенно это тоже касается, что когда мы достоверно знаем, что будет финансирование Ленинградской области, в частности по тем же дорогам, и будет выделено до 200 миллионов рублей. Конечно, это небольшие деньги, но они все равно должны будут пройти через конкурс. Поэтому, не дожидаясь, когда будет принято окончательное решение на области, мы можем принять соответствующее легитимное решение на Совете депутатов, провести все подготовительные мероприятия и тогда входить в эту уреку эффективно и раньше. Мы ждем, пока область примет решение, пока она выделит эти деньги и потом мы куда уходим уже восемь в зиму. А у нас как раз тот период, который нам позволяет сегодня осваивать эти деньги в благоприятное время, мы этого не делаем. Поэтому я вот обращаю внимание, что, еще раз подчеркиваю, Совет депутатов и города, и района готов принимать решение на опережение. Часто, например, меня интересует аптекарский перевод людей. Там, когда происходят, так сказать, дожди, там целое море, там огромная лужка. Что вот в плане ленёвки вы сказали про ленёвку, а что сделано для того, чтобы вот таких луж у домов не было, чтобы люди могли комфортно подходить к своим домам? А вот на Криковском, и я благодарен нашим журналистам, они вот хороший материал продавали в газете, на Криковском было тоже огромное, так сказать, почти, что так сказать, маленькое озеро в районе Криковского. 14? Да, 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 14, правильно. Сейчас тоже там принимается, в дочери земельной работы там будет налажена вся эта выпуска ливной губы, ливной губы, коллектива, вот так людей. Но я в этом должен сказать, что деньги, которые выделяются на ливную канализацию, а её 37 километров, это не считает алкоголь. То есть, разделить сумму выделяемых на километраж, получается 4 дубля, по главному метру всего. И из этого тоже полиции сказали. Мы помогут проходить в течение текущего месяца апреля, с 30 марта до 30 апреля. Сегодня состоится первое заседание у вас комитета в 14 часов. Все предприятия, которые участвуют традиционно в этом мероприятии, будут уведомлены, и мы проведём общие заседания в ближайшие дни. Смотр территории, в основном это береговая зона реки Луги, то есть те территории, которые у нас традиционно в городе Луфа-Пазар. Центральная часть города, где убирает наш подрядчик и где управляющая организация это сажено убирает, тоже будут увлечены. И через управляющую организацию мы готовы население, так чтобы двигаться на это мероприятие. Из нас город – это инструмент и от вывоз того, что соберут мусор. Мы участники, как у нас обычно бывают, сами перчатки, мешки, куда загружается мусор. И просьба только заблаговременно обращаться в оргкомитет, поскольку у нас похожая погода, так скажем, в пятницу, и весь город в поле в один день трудно убирать после массового выхода мусор сельсового города. Всех благодарю за ту активную работу, которая у вами была проделана в подготовке очередной сессии, которая состоится 8 апреля, городская сессия, уже порядка 35 вопросов. Вот видите, то есть у нас уже город стал работать в таком более масштабном плане, работаем в графике, все вопросы предоставляются, которые мы рассматривали заранее, и все в основном, в общем-то, успешно справились с этой задачей и своевременно передали все вопросы, которые должны были рассматриваться на сессии. Глава Администрации, Муниципального образования и Ессеевского муниципального района награждается Михайлович Коннатина Сергеевна, главный специалист скорость защитので в том числе контроля отдела опитчевства, администрации за многолетний добросовестный труд. Ярич Любовь Михайловна, начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля, комитета финансов и администрации за многолетний добросовестный труд и связи с юбилеем.